МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире канал Уваровская телевидение, информационная программа «Наш город». В студии Ирина Пивоварова. Главная тема сегодня. Инфекция продолжает активно распространяться. Текущую ситуацию с коронавирусом в городе, а также предпринимаемые меры по недопущению распространения инфекции обсудили на очередном заседании Оперштаба. Новому садику новая дорога. В Уварове ведется комплексная работа по благоустройству территории 4-го микрорайона. В завершении выпуска традиционная рубрика вторника в двух словах. Проработать вопрос с лекарственным обеспечением аптек, осуществлять постоянный контроль за проведением термометрии при входе в учреждение образования. Это лишь немногие из обязательных поручений главы города Владислава Денисова, занесенные в протокол на очередном заседании Оперативного штаба. Открывая очередное заседание Оперативного штаба, глава города Владислав Денисов отметил, что вторая волна коронавируса оказалась более коварной. Инфекция продолжает активно распространяться. Чтобы ее остановить, предпринимаются различные меры. На каждом заседании даются поручения, необходимые для исполнения. «Сколько мы понимаем, нас граждане слышат, нас слышат руководители учреждений производства и принимают максимальные меры. Хочу еще раз, очень раз, поблагодарить всех вас, надзорные органы, медиков за проводимую работу, сложную работу». Так, наряду с возникающими сложностями, в городе Уварово, как и на других территориях Российской Федерации, возникают перебои с лекарственным обеспечением. «Я прошу сразу в протокол внести, еще раз проработать с нашими руководителями аптек города, чтобы они максимально смогли заказать те препараты, которые используются нашими горожанами при амбулаторном лечении, но при этом согласовав с медиками». Ситуацию в городе отслеживают и анализируют надзорные органы. По данным Центральной районной больницы, за истекшую неделю выявлено еще 11 случаев заражения коронавирусной инфекцией. По оценкам специалистов Роспотребнадзора, постепенно идет снижение. Однако заболеваемость у нас превышает среднеобластной уровень. Также до сведений присутствующих было доведено, что с ноября заболевшим и контактным гражданам не выдаются постановления об изоляции. «С 1 ноября отслеживать условия изоляции контактных будут медицинские работники. То есть терапевт, приходя на вызов к больному, должен сам уже оценить наличие еще совместа с больным проживающим. И больные и контактные должны заполнять листок согласия, где прописано, что они, если легкая или средняя тяжесть течения не требует госпитализации, согласно лечиться амбулаторно, где прописаны все условия для изоляции и контактным, и больным. И этот листок согласия подписывается и подшивается в медицинской карте больного». Информацию по состоянию в образовательных организациях озвучила замглава администрации Валентина Кобзарь. Школьные каникулы лицея продлены еще на неделю. Кадетский корпус функционирует. Для стабилизации ситуации и предотвращения дальнейшего распространения инфекций в общественном транспорте, торговых точках, объектах, оказывающих услуги населению, проводится ежедневный контроль за соблюдением масочного режима и выполнение санитарно-эпидемиологических требований. Кроме того, в регионе введены дополнительные ограничительные меры. «С 3 ноября до особого распоряжения приостановлюсь деятельность юридических лиц и предпринимателей, которые осуществляют организацию зрелищно-развлекательных мероприятий и оказывающих услуги по общественному транспорту». «То есть с 23 часов, да?» «С 23 до 6». На заседании также было отмечено, что в области принято решение о продлении периода обязательной самоизоляции для граждан старше 65 лет до 3 декабря. Для оказания помощи нуждающимся в доставке продуктов и лекарств продолжает работу волонтёрский штаб. Обращаться можно по телефону отдела культуры и молодёжной политики 4.67.11 в рабочее время, а вечером и в выходные дни в единую дежурно-диспетчерскую службу 4.72.42. Ирина Мерзлякова, Виктор Викторов, наш город. Сделано много, но работать есть ещё над чем. Глава города Владислав Денисов проинспектировал ход работ по благоустройству территории в 4-м микрорайоне, встретился с представителем подрядчика. Владислав Денисов отметил значимость и масштабность работ, а также необходимость устранения всех допущенных подрядной организацией нарушений. Там, где совсем недавно были пыль до ухабы, теперь ровная проезжая часть и широкий тротуар. Строительство, а затем и открытие нового детского сада «Вишенка» дало новый виток развития территории 4-го микрорайона, к благоустройству которой решили подойти комплексно. Чтобы не только маленькие уваровцы и их родители могли комфортно и безопасно добираться до дошкольного учреждения, но и другие горожане посещать расположенные поблизости социально значимые объекты, руководством города было принято решение о строительстве новой дороги с тротуаром и парковочными местами. При строительстве детского сада мы обратились к губернатору Александру Валерьевичу Никитину о необходимости выделения дополнительных средств по благоустройству. Была посчитана сумма, она составляла более 9 миллионов рублей и по распоряжению главы Тамбовской области эти средства были дополнительно выделены и сейчас они осваиваются. Мы когда планировали проведение работ, мы также и планировали, что этой дорогой будут пользоваться и рядом располагающие учреждения. Это и школа, это и техникум, это и ряд объектов социальной значимости, объектов торговли. И здесь мы должны сделать удобные условия для всех. И мы предусмотрели здесь и тротуары, мы здесь предусмотрели и искусственную неровность для того, чтобы здесь водители не нарушали скоростной режим, так как здесь находятся три образовательных учреждения. Здесь будет сделана, соответственно, разлиновка, здесь будет сделано ограничение пешеходов для выхода на проезжую часть. То есть мы сделали тот проект, который будет соответствовать в том числе и требованию безопасности. Здесь планируется также сделать тротуар, тротуар, который пойдет мимо техникума в сторону улицы Шоссены, для того, чтобы сегодня нашим людям удобно было и подходить к любому учреждению. И, конечно, удобство было и для автомобилистов. Мы предусмотрели ряд парковочных карманов. В рамках комплексного подхода к городским руководствам также была достигнута договоренность с ресурсоснабжающей организацией о проведении работ по реконструкции колодцев, ремонту, утеплению и герметизации теплотрасс, расположенных вдоль подъездных путей, чтобы благоустройство данной территории отвечало всем современным требованиям. Сделано много, но работать еще есть над чем, отмечает глава города Владислав Денисов. Так немало нареканий вызвало несоблюдение сроков и качества проводимых дорожных работ. Сегодня мы свои претензии к подрядчику высказали. Подрядчик с ними согласился. Поставили перед ним задачу исправить все нарушения, так как асфальт сегодня крошится. Мы это увидели. И такой асфальт, конечно, не пригоден для его использования. Также мной даны поручения нашим специалистам, чтобы проконтролировать исправление всех недостатков. Нас также не устраивают сроки работ, сроки затягиваются. И, соответственно, подрядчику будут предъявлены и штрафные санкции, и пени за неисполнение в срок проведенных работ. И еще раз хочу подчеркнуть, что мы примем работы только в одном случае, когда они будут сделаны, в соответствии со сметой, в соответствии со строительными дорожными требованиями, когда асфальт будет соответствовать требованиям. Проверки качества асфальта на соответствии с нормативом по толщине, плотности и зернистости покрытия будут способствовать контрольные вырубки и их исследования в специализированной лаборатории. По результатам проверки будет принято решение о приемке дороги в эксплуатацию. Ирина Пивоварова, Виктор Викторов, Александр Трегубов. НашГород. Возможность узнать о самом интересном нового номера местного еженедельника есть благодаря анонсам рубрики «В двух словах», о чем пишут корреспонденты газеты «Уваровская жизнь» коротко в нашей программе. Наш город, самый молодой на Тамбовщине 5 ноября, ему вспомнилось 54 года. В условиях пандемии значительно сократился перечень традиционных праздничных мероприятий. На открытом воздухе прошел митинг, посвященный обновлению городской доски почета и награждению почетными грамотами самых достойных горожан и лучших трудовых коллективов. Подробнее об этом на первой странице еженедельника. Седьмая страница посвящена достижениям города Уварова и его жителей за прошедший год. Читатели увидят не просто слова о том, как развивается Уварова, а конкретные цифры. О самых значимых успехах города читайте на полосе в центре внимания. Корреспонденты «Уваровской жизни» не раз писали о жизни постояльцев дома-интерната для престарелых и инвалидов. Эта осень для них стала по-настоящему теплой не только благодаря высоким температурам на улице, но и старанию со стороны персонала учреждения. На страницах газеты вы узнаете про акцию «Теплая осень» и как ее провели в стенах дома-интерната. Подведены итоги конкурса «Моя газета» к 90-летию «Уваровской жизни». Читателям предложили сделать интересную фотографию с местным еженедельником. Участие в нем приняли взрослые дети и даже домашние питомцы. О том, кто же стал победителем, вы узнаете, открыв девятую страницу. Корреспонденты продолжают рассказывать о жителях города и района. В сентябре свое 90-летие отпраздновал Иван Климкин, уроженец Моисеева Алабушки. Он самый старший в Уваровском районе воин-интернационалист, участник венгерских событий. Также на страницах местного еженедельника вы узнаете об эпидемиологической ситуации на территории города за прошедшую неделю, итогах операции «МАК», новых достижениях Ивана Масленникова на проекте НТВ «Ты супер» и много другой полезной и интересной информации. На сегодня это вся информация. Не забывайте, все самое интересное из новостных программ вы можете посмотреть на сайте и YouTube-канале Уваровское телевидение. А интересные темы для репортажа предложить по телефон редакции 4-61-10. Еще больше новостей мы предлагаем подписчикам групп Уваровское телевидение в социальных сетях. До встречи на канале Уваровское телевидение. Редактор субтитров А.Семкин